Сидел я как-то на днях и вспомнил, что вот и близится к концу 2019 год и впереди нас ждет месяц ноябрь, а это значит, что вас ждут новые обучающие программы. Один из самых популярных вопросов, которые мне задают в личку, это что-то из серии «Как создать лендинг на WordPress?», «Как выбрать тему под него?», «Мне нужен лендинг для продажи одного товара?» или «Мне нужен лендинг под товарку?». Но я не могу найти подходящую тему оформления «Что делать?», а также мне часто задают такой вопрос «Мой заказчик просит сделать похожий сайт как у конкурента, но я не могу найти тему оформления под лендинг «Что делать?». Ну что ж, спешу вас обрадовать, что все эти вопросы уйдут после ноябрьских обучающих программ, а именно после обучающего ноябрьского марафона. Если интересно, тогда продолжайте смотреть это видео. Но сначала хочу кому-то напомнить, а кому-то в принципе и рассказать, что если вы хотите научиться редактировать шаблоны WordPress, то записывайтесь в обучающую программу «WordPress Трансформация», по итогам которой вы научитесь редактировать шаблоны WordPress под желание заказчика или под ваш личный дизайн. Кстати, эта программа отчасти снимает один из ранее озвученных вопросов. Итак, действительно, проблема выбора темы под лендинг стоит очень остро. А как же все-таки выбрать тему оформления под лендинг? Ответ прост. Никак. Это попросту бессмысленно. Вы не найдете идеально подходящую тему. А искать хоть отдаленно похожую тему оформления под лендинг по продаже конкретного товара вообще не стоит, потому что попросту таких тем не существует. Хотя нет, я видел парочку, но они платные и за эти деньги вы попросту можете заказать разработку лендинга верстальщику на фрилансе. В основной своей массе темы, якобы подходящие под создание лендинга, подойдут лишь для оформления или описания бизнеса компании, у которых есть такие стандартные блоки, как наши сотрудники, слайд и некоторые другие общие блоки, которые подходят не для всех лендингов, а в большинстве случаев под 30% из всех лендингов они подойдут. Но какого-то идеально подходящего шаблона под ваше желание или желание заказчика почти с уверенностью 95% вы не найдете. Но что же делать, если вам нужен лендинг с индивидуальным дизайном или идеально подходящий под желание заказчика, причем с условием того, что ваш заказчик или вы хотели бы сами редактировать этот лендинг, желательно с помощью системы WordPress. К счастью, есть очень хорошее решение. Вы можете создать лендинг с помощью плагина Elementor. С помощью этого плагина вы можете собрать сайт поэлементно, как конструктор, обычными перетаскиваниями и настройками посредством кликов по необходимым параметрам и опциям. Но лендинги бывают разными, с навигационным меню, с шапкой сайта или подвалом, а также без всего этого. И существует море нюансов по созданию лендингов с помощью этого плагина Elementor. С этими нюансами я и помогу вам разобраться. Как тебя зовут, паренек? Итак, встречайте ноябрьский марафон «Лендинг быстро самому», состоящий из нескольких обучающих курсов, а точнее в нашем случае обучающих интенсивов, объединенных общей тематикой. Планируется, что наш марафон будет состоять из четырех интенсивов. В первом интенсиве мы с вами создадим лендинг под товарный бизнес для одного товара, причем мы сделаем сайт, похожий на исходник. После прохождения первого интенсива вы научитесь делать лендинг, похожий на какой-либо другой сайт. Во втором интенсиве мы создадим с вами такой классический лендинг для туристической фирмы. На этом лендинге уже будет и меню, и шапка, и подвал сайта. После этого интенсива вы научитесь создавать лендинги с абсолютно любым дизайном. Эти первые два интенсива уже отсняты. Третьим интенсивом я покажу вам, как можно создать главную страницу для интернет-магазина с абсолютно любым дизайном. Ну и четвертым интенсивом я планирую разобрать все фишки и настройки, которые мы не охватили за три предыдущих интенсива. Весь марафон будет записан в режиме live. То есть я возьму сайт, образец или вообще, как в случае со вторым интенсивом, с нуля шаг за шагом, впервые без подготовки и написания сценария, создам вместе с вами наши лендинги. При разработке лендинга очень важно читать и понимать верстку у сайта образца или макета, по которому вам нужно собрать лендинг. Я вам покажу, как правильно считывать эту верстку. Конечно, я буду делать ошибки, без них никуда. Но вы увидите не только, какие ошибки совершаются при разработке лендингов, но и как они устраняются. Как я сказал ранее, в ноябре вас ждет марафон, состоящий из четырех интенсивов. Этот марафон будет бесплатный и будет выложен на этом канале. Даты выхода интенсивов 4, 11, 18 и 25 ноября. По факту, после прохождения обучения вы сможете создавать абсолютно любые лендинги. Также использование плагина Elementor попросту, по факту, уничтожил профессию верстальщика. Зайдите на любую платформу фриланса и посмотрите, какие заказы там размещают. В более 80% случаев необходим лендинг с возможностью управления контентом и желательно, чтобы это была система WordPress. Причем в данных заказах требуется детальная настройка элементов сайта под желание заказчика. И в этом случае поиск шаблона WordPress не подходит. И в большинстве случаев бюджет ограничен до 5000 рублей. И как вы понимаете, мало кто будет заморачиваться с версткой сайта через HTML, CSS и JavaScript. И натяжкой всего этого на WordPress. Такая работа стоит минимум 15 тысяч рублей. А использование плагина Elementor оказалось такой палочкой-выручалочкой, как для разработчиков, так и для заказчиков, которые хотят сэкономить. Да к тому же это решение стало отличной заменой для всех этих конструкторов сайтов. В отличие от них, применение плагина Elementor позволило клиентам иметь сайты в своей личной собственности, разместив на своем хостинге и получить лучшее взаимодействие с поисковиками. Конечно, я презентую каждый интенсив еще отдельно. Я уверен, что будет очень полезно. На сегодня у меня все. Всем хорошего вечера и до встречи на волнах наших эфиров.